здравствуйте владимир скажите пожалуйста вот некоторые подписчики youtube канала все для клева интересуются по поводу запрещенных орудий лова то есть как они различаются и почему они являются запрещенными что что с ними не так как различить что ты покупаешь реально разрешенную снасть или запрещенную расскажите прокомментируйте пожалуйста давайте будем это комментировать на фоне действующего законодательства у нас разрешенные орудий лова также запрещенный предусмотрены правилами любительского изобретенного рыболовства вот в пункте 3.15 правил любительского рыболовства четко сказано чем можно чем точнее нельзя увидеть туда входят сетесностные материалы ну то есть там сетки различных видов телевизоры пауки фатки кастинговые сетки ну там очень большой список вот также у нас запрещено на основании этих правил лов рыбы с применением электротока также запрещено с применением колющих орудий лова и методом багрения я так понимаю подписчиков интересует больше всего именно колющие все это правильно вот и методы багрения что у нас называется колющим орудий лова ну что-то вот на подобии такого так называемые дрочи ведьмы вот то есть это такие снасти которые рыба не может не проглотить то есть на них не клюет получается у нас не рыба ищет снасть а снасть ищет рыбу и отцепляют за все что можно хвосты плавники спины животы это очень варварский способ и поэтому вот эта снасть она попадает под запрещенные как колющее орудие лова и соответственно пункта правил она попадает еще под метод багрения запрещен также методом багрения ловят так называемыми снастями мухами вот это по сути тот же самый тройник вот но в определенные времена года бывают такие моменты когда хищная рыба типа судака там крупного может быть окуня там сом он может ловиться на муху именно природным способом то есть хватать ее в общем ухо может работать как блесна как показывает практика большинство людей цепляют муху и ловят запрещенным методом багрения ну для того чтобы там в случае их оформления на них там заставление протокол их у них были какие-то лазейки вот но они не учитывают тех моментов что именно метод багрения сам по себе запрещен если человек будет ловить обыкновенно джиг головкой методом багрения это также будет запрещенный вид рыболовство снасть будет разрешенная но метод будет запрещен он также сама попадает под ответственность который будет усмотрена статью 85 частью 4 дни кодекса то есть это грубое нарушение правил рыболовства то есть получается что если рыбак поймал методом багрения ну так получилось у него что поймал например щуку и на ней будут отметины что есть вариант методом багрения то что лучше отпустить ее или забрать а потом если приедет инспекция и составит на него протокол такое возможно фактически если рыбак сознательный он видит что он будет ловит рыбу методом багрения я не беру там разовый случай потому что разовым случаем методом багрения на мормышку можно подцепить уже карася при игре да вот я имею ввиду конкретные случаи вот да ну действительно возможно будет лучшим если вот ту рыбу для того чтобы не было каких-либо там споров либо вопросов никому не пришлось ничего доказывать если есть явные признаки ну тут опять надо исходить из рациональности этих действий потому что если эта рыба получила серьезные повреждения она в априори выжить не может то наверное будет нормальный если она одна как мы говорим то есть не превышает суточную норму у него допустимый размер наверное будет его реальнее как бы оставить потому что все равно его погибнет она поймалась просто смотря чем она была поймана законы разрешенной снастью но она заболелась тут как бы рыбак но фактически он не виноват в этом он то ловил закон на дорожку на протяг на все остальное ну бывает же случае зацепилась он мог сделать а когда большое количество рыбы не заболеет на если он будет говорить что он ловит же головка и он всю рыбу там случайно поймал забагрел тут уже возникает ряд сомнений просто и можно это расценивать так что я не думаю что одной же головка можно наборить там много рыбы и плюс ко всему есть же нормы вылова которые никто не отменял 3 килограмма мы знаем люди которые там незаконные методы они нормы вылова тоже не соблюдают потому что уважающиеся спиннингистки сейчас растет численность людей которые думают о будущем сам неоднократно видел живут по принципу поймал отпусти в редких случаях они могут оставить кого-то трофейного там судачка говорится на сковородку и все поэтому те люди ну я не думаю что они будут обогреть там что-то там прятать и все остальное а браконьеры так называемый сейчас такого слова нету есть там правонарушитель вот они же идут осознанно на правонарушение идут с какой-то там цель я не знаю там наживы там не знаю что они там делают замораживают продают ну всяко может быть вот и все поэтому правило надо соблюдать понятно владимир вопрос именно тогда по мухе потому что здесь больше всего споров есть какие-то конкретные мухи которые запрещены а и какие-то отдельные разрешены давайте мы будем расценивать этот вопрос как вот у нас ограничение по размерам крючка согласно правил любительского рыболоса есть только в период когда у нас стоит лед вот когда стоит лед зимний период в правилах это пункт 4 2 правил конкретно прописано что сальдо можно ловить там удочками зимними там блесенками как балками с крючком не более десятого номера или мормышкой пока им следа ним а к сожалению у нас так или не знаем уже для кого-то к счастью законодательство написано так что размер разрешенный крючка он не прописан и поэтому говорить о том что можно там или нельзя ну просто я же объясняю я знаю точно из своего опыта что многие люди используют муху именно как блесну ну то есть но это опять в разные то времена год когда хищник активный он спокойно воспринимает муху я даже был свидетелем поимки короба на муху именно который эту муху захлотил мы не знаем принимает только за какое-то насекомое возможно и все ну большей частью люди на мухе ловит именно методом багрения вот и когда на них составляется протокол то уже идет нарушение именно метода ловли не орудия ловят а метода ловли то есть давайте подытожим получается так что рыбоохранный патруль приезжает к рыбаку под к берегу да он там ловил рыбу и смотрит что у него муха то есть муха не запрещена но проверяя улов его видя следы багрения составляется протокол да 85 лет 64 если рыбак действительно ловит мухой вы же поймите что мухой можно ловить по-разному ее можно плавно играть как блесной ничего не забагрится вот а если дергать как это делаю драчами то оно и мухой забагрится оно и одинарным крючком может забагрится то есть тут вопросов нет мы говорим сейчас есть понятие запрещенное орудие ну я же говорю не стоит понятие запрещенный метод откидывать потому что они стоят в одинаковой квалификации с точки зрения законодательства метод и орудие вот когда правила эти писали наверное они подразумевались под собой минут эти вот аспекты что вы могли бы посоветовать нашим подписчикам канала все для клёво чтобы я хотел посоветовать любите природу любите страну в которой вы живете вот самая большая просьба ко всем подписчикам ко всем рыболов оставайтесь всегда людьми помните что после вас еще будут жить поколения будут жить дети помните когда вы уезжаете с берега что после вас туда может кто-то приехать и когда вот смотришь когда люди уезжают оставляют за собой лоры мусора потом приезжают через неделю и задают вопрос как тут можно находиться потому что такое свинство оставили ну они забыли как они уезжали на прошлой неделе беречь надо природу вы же видите как у нас все творится она начинает нам потихоньку мстить и думаю не до чего хорошего это не дойдет спасибо вам большое друзья если у вас есть еще другие вопросы к одесскому рыбархановым патрулю задавайте в комментариях под этим видео я обязательно задам их здесь в одесском рыбархановым патруле вы были на youtube канале все для клёво встретимся на рыбалке всем удачи все хорошего пока